День в студии День в студии День в студии Метрополитен Московский и наш завод является членом Международной организации по транспорту. И вот мы всегда присутствуем на этих совещаниях за рубежом. И всегда вот с этой точки зрения, по правозной способности, наш Минспланетен и Панаденович считается одним из лучших в мире. Метровагонмаш смог выжить практически без потерь и в нестабильные 90-е, и в сложные кризисные годы. Без сомнений, это один из лучших образцов мощного российского промышленного производства. Именно такие предприятия нужны нашей стране для создания стабильной экономики. Об этом говорил в своей статье об экономических задачах и премьер Владимир Путин. По его словам, промышленность сегодня должна быть конкурентноспособной, работающей на современной технологической базе. Для Метровагонмаша внедрение передовых технологий в производственный процесс давно важная составляющая повседневной работы. И результаты этого налицо. Здесь уверены, что будущее у российской промышленности есть. Главное – сохранить курс на стабильность и продолжать развиваться. Галина Данилова, Константин Бондаренко, Максим Ханкишеев, ТВ «Матищи». В Матищинском районе прошел митинг под общим лозунгом «За стабильность и развитие». Его организовала инициативная группа граждан, имена которых хорошо известны в районе. Несмотря на мороз, сотни людей собрались у Дворца культуры и досуга Яуза, чтобы поддержать проходящие в стране реформы и действующую власть. «Мы за сильную, стабильную Россию. Мы против революции». Надписи на плакатах отображали общий настрой вышедших на митинг «Матищинцев». До выборов президента России осталось меньше трех недель. Все выступавшие говорили о том, что у каждого избирателя свои личные предпочтения и право на выбор. Но есть и то, что объединяет всех нас. «У нас одна родина – Россия. Нам дорого, как она будет развиваться. Мы все за продолжение реформ, мы все за дальнейшее развитие нашей страны. Россию мы видим сильной, стабильной державой. И нам не нужны перемены за счет революции, за счет крови и слез наших жителей. На сцену поднимались ветераны труда, многодетные мамы, студенты, бизнесмены. Все они за дальнейшее поступательное движение нашей страны, за продолжение выбранного президентом и правительством курса. Представитель общественного движения считает, что 4 марта мы будем голосовать и за будущее Матищинского района, за то, чтобы и впредь быть одними из лучших в области. Для этого сейчас есть все необходимые условия. А если вспомнить неспокойные 90-е, когда уверенности в завтрашнем дне попросту не было? Никто не хочет их повторения. Потому так и важна сегодня стабильность и дальнейшее развитие. Повышение качества нашей жизни, строительство новых детских садов и школ. Повышение пенсии и зарплат бюджетникам. Для нас стабильность-то. Да вот были бы все руководители партии человечными, они бы не тащили страну, этот сюда, этот сюда. В первую очередь для меня стабильность – это уверенность в завтрашнем дне. Все-таки не случайно, да, люди, которые знают, к чему идут, к чему стремиться, они успешны. Потому что вот в моем понимании, если я уверен в завтрашнем дне, то мне легче с сегодняшними делами справляться. Организаторы митинга подумали и о культурно-развлекательной программе. Под задорные напевы участников популярнейшей в прошлом группы «Лейся песня», которую тоже за стабильность танцевала вся площадь. От мороза спасали и горячий чай с пирожками, и традиционная гречневая каша с тушенкой, которую предлагали всем желающим солдатская полевая кухня. Не учла инициативная группа только одного. Участников митинга было гораздо больше заявленной численности – 1131 человек вместо 700. Так что теперь по закону придется заплатить штраф. И в конце мероприятия всеми участниками митинга была принята резолюция за сильную и стабильную Россию без революций и потрясений. Галина Данилова, Максим Ханкишиев, ТВ «Мы Тищем». 15 февраля в нашей стране вспоминали воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. С прошлого года это официальная памятная дата. Она связана с выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Более 14 тысяч солдат и офицеров не вернулись с той войны. Еще 25 тысяч погибших россиян – печальные итоги более 30 других вооруженных конфликтов. Из этих человеческих трагедий мы обязаны извлечь уроки. И сегодня очень важно сохранить мир и стабильность в обществе, избежать ненужных потрясений. Эта позиция наверняка каждого из нас, но прежде всего матерей. У Людмилы Квач двое сыновей. Они не участвовали в вооруженных конфликтах. Один скушил в Коврове, другой в Севастополе на подшифровом корабле Мытищинского района Иван Голубец. Но как мать, Людмила не может оставаться равнодушной к судьбам других людей. У меня муж в Афганистане служил, он десантник. Я не думаю, что мама так рада была, что он в Афган попал. Я в 2008 году отправила двоих сыновей в армию. Это старший у меня пошел 29 мая, в свой день рождения же он ушел. А младший на наш юбилей пошел 6 ноября. Хотелось, конечно, чтобы они отслужили. Потому что обычно, говорят, армия, она делает мужчинам. Хочется пожить в мирное время и не воевать, чтобы наши мужья, дети находились при нас, а не где-то. Стабильность должна быть, допустим, определенный заработок, определенная работа, чтобы никуда никто не мотался. Просто человек там отработал, пошел, пришел домой, отдохнул, куда-то сходил и не боялся за свою жизнь. Все равно, мне кажется, мы стали лучше жить, чем мы жили раньше. Разработана программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества, которые пройдут на территории всего нашего района. 19 февраля в 11 часов в городском парке состоится физкультурно-спортивный праздник с лыжными гонками, соревнованиями по перетягиванию каната и гиревому спорту. Будет открыта полевая кухня, участников мероприятия угостят гречневой кашей и горячим чаем. Днем раньше, 18 февраля, в деревне Марфино стартует Федоскинская лыжня 2012, а в деревне Чеверева 23 февраля состоится зимний спартакиада, включающий в себя турниры по хоккею, мини-футболу и эстафеты на коньках. Не случайно многие мероприятия, посвященные 23 февраля, имеют спортивный характер. День Защитника Отечества – праздник для настоящих мужчин, сильных и смелых, которые выбирают спорт. Всех, кто причисляет себя к этой категории мужчин, мы приглашаем поучаствовать в праздничных мероприятиях. На этой неделе в общественной приемной школе номер 10 встречу с гражданами провел начальник управления капитального строительства, ремонта объектов в социальной сфере и ЖКХ Андрей Протасов. Помимо вопросов жилищно-коммунального характера, граждане подготовили обращения, связанные со сферой здравоохранения. Потому на встречу специально были приглашены главный врач детской поликлиники номер 2 и заместитель начальника управления здравоохранения Мытищинского района. За время приема свои вопросы озвучили 11 жителей Мытищинского района. Каждый второй жаловался на работу учреждений здравоохранения. Нехватка педиатров в детских поликлиниках, очереди на прием к узким специалистам и в кабинет УЗИ – низкая квалификация врачей. Это только часть возникающих проблем. К сожалению, это проблема не только нашего района, а всех районов, которые близко расположены к Москве. Везде, где Москва рядом, отток кадров идет в Москву. Москва близко, сели, доехали и работают в Москве, потому что разница есть в условиях труда и зарплаты в том числе. По словам Марии Михайловны, на уровне Министерства здравоохранения эти вопросы постоянно обсуждаются. И рассматриваются варианты, как уравнять зарплаты врачей Москвы с областью. Кроме того, вторая поликлиника была рассчитана на 400 посещений в день. Сейчас в этом районе идет активное жилищное строительство, сдаются в эксплуатацию новые дома. И потому число обращающихся смен у жителей выросло более чем в два раза. По улице Юбилейная, в 17-м микрорайоне, там строится большая поликлиника, взрослая и детская, и женская консультация. Поэтому, безусловно, потоки будут перераспределены, и уже таких сложностей не будет. Лариса Жукова, главный специалист отдела по социальной политике, также участвовавшая в работе приемной, дала развернутый ответ по вопросу организации летнего отдыха детей. В списке острых проблем у обратившихся граждан остаются благоустройство дворов, строительство новых детских площадок, уборка от снега территории вокруг школы, перспективы строительства ипотечных домов. Решение проблем ЖКХ по конкретно названным адресам начальник управления капитального строительства ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Андрей Протасов обещал взять под личный контроль. Эти и другие вопросы, поднятые на встрече, он обещал донести и до сведения главы района Виктора Азарова. Марина Стафунина, Максим Ханкишиев, ТВ Матищи. Общественные приемные главы района, расположенные в школах, открыты каждую среду. Многим удобнее обращаться в ближайшую к дому приемную, а гражданам, которых интересуют встречи с руководителем той или иной сферы, имеет смысл следить за графиками приемов. Каждую неделю в районных СМИ появляется информация о том, кто и в каких школах будет проводить прием в ближайшую среду. На этой неделе в школе номер 14 с населением встречались руководители районной и городской администрации. Прием населения вели первые заместители главы администрации Матищинского района Андрей Чураков и первые заместители главы администрации городского поселения Матищи Николай Бирюков. Тематика обращений была самой разной. Пенсионерку Тамару Аксенц, например, интересовала, будет ли в средней школе номер 14 в ближайшее время проведен капитальный ремонт, как это произошло в школах номер 6, 8, мине 26. В ответе прозвучало, что на эти цели пока в районном бюджете средств нет. Но текущие работы, в частности по замене оконных рам, предусмотрены в самой ближайшей перспективе. Помните по поводу того, когда, как, даже до конца 90-х годов вообще ремонтировались объекты образования и здравоохранения? Никак. Вообще 70 лет без ремонта жили. Это я вам точно говорю. И слава богу, и слава богу, что сейчас у нас есть возможность кардинально менять, но постепенно, потому что размазывать средства на все объекты по чуть-чуть нет никакого смысла. Взяли объект, довели его до конца, как вы сказали, 6-я школа, прошли на другой объект. Тамаре Юрьевне также хотелось узнать, будет ли в микрорайоне Шараповка проведено благоустройство внутриквартальных территорий. Оказывается, что составленный в администрации план работ должны вначале утвердить жители, а на это требуется какое-то время. В второй половине 2012 года будут работы продолжаться по демонтажу этих всех ракушек, устройство гостевых карманов, тротуаров, столбиков. В этом году мы их уже здесь понаставили много, имеем и положительные отзывы, и отрицательные. Не пройти, не проехать. Желтенькие столбики, стоят их очень много. Но будем их продолжать так, чтобы безопасность детей, особенно которые идут в школы и из школы, была максимально возможной. Вопросов, связанных со сферой ЖКХ, было действительно много. Будет ли ремонт в лицее номер 2, как быть с неисправными ливневками, когда весной под воду уходит половина микрорайона номер 26 и так далее. Вопрос у меня такой, что входит вообще в техническое обслуживание, поскольку в квартплате оно занимает не последнюю роль. И вопрос еще по поводу счетчиков, если честно. Вот у меня, например, в квартире счетчиков нет. Жительницы подробно объяснили, какие услуги в настоящее время согласно действующему законодательству входят в статью о содержании ремонта жилого помещения. А также объяснили, что в муниципальных квартирах счетчики воды устанавливаются совершенно бесплатно. На этой неделе все влюбленные отметили День Святого Валентина. Во многих мутичинских школах и детских садах ребята обменивались валентинками и проводили тематические конкурсы. Как выяснил наш корреспондент Александр Лощец, выбрать подарок 14 февраля очень просто. Достаточно подобрать хотя бы один атрибут с изображением сердечка. На прилавках в эти дни было изобилие товаров с праздничной символикой, а в цветочных магазинах настоящий бум. В этот день принято дарить валентинки – маленькие или большие открытки, чаще всего в форме сердца. Традиционный цвет валентинки – красный или розовый. Они символизируют любовь и преданность. Валентинку можно сделать и своими руками, но сегодня во многих магазинах оборудованы специальные витрины с подарками к этому празднику. На 14 февраля в нашем магазине покупают в основном первые открытки, далее идут книги. В основном это сентиментальная литература, что-нибудь из современной литературы. И дальше у нас представлены мягкие игрушки, сувенирная продукция. Сегодня самых дорогих и любимых нужно радовать не только валентинками и подарками, но и, конечно же, цветами. Не стоит забывать, что каждый цветок имеет символичное значение и несет определенную информацию. Выбранные вами цветы выразят чувство любви нежной или страстной. Действительно, в этот самый романтический день в году принято дарить своими любимыми цветы. И основным цветком является, конечно, роза. Алая роза, которая символизирует любовь. Покупая букет, покупая композицию, либо даже один цветок, не забывайте приложить к ним вот такую маленькую валентинку-открытку со словами любви в адрес вашей второй половинки. Самое главное – дарите цветы и подарки с любовью и от чистого сердца. Александра Лощец, Константин Бондаренко, ТВ «Матище». В начале февраля лыжня России вновь объединила поклонников зимних видов спорта. Несмотря на сильные морозы, желающих принять участие в массовом забеге было чуть меньше ожидаемых 30 тысяч. Из Яхрома репортаж Светланы Кузнецовой. Температура воздуха была около 25 градусов ниже нуля, поэтому дистанцию пришлось сократить до 5 километров. Но это нисколько не расстроило спортсменов. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко дал старт лыжной гонке. На 30-ю лыжню России съехались участники разного возраста. Мороз не заставил остаться дома даже детей и пожилых людей. Виталий Мутко уверил, что подобные соревнования – настоящий праздник для всех любителей лыжного спорта. Конечно, сегодня несколько мешалась погода, но с другой стороны, здесь самые стойкие те люди, кто действительно истинно любит спорт, любит здоровый образ жизни. Поэтому, конечно, это праздник, который очень многих людей приобщает к занятиям физической культуры и спорта. Поэтому, конечно, я всех поздравляю. Соревнования закончились торжественным награждением участников. Самой спортивной признана семья Хатиновича из Матищинского района. Она же наверняка была и самой многочисленной. 11 человек представляли эту семью на соревнованиях. Подробности юбилейной 30-й лыжни России в программе «Мы выбираем спорт», которая выйдет 16 февраля в 20.30. Светлана Кузнецова, Денис Петров, ТВ «Мытища». ТВ «Мытища» запускает тестовое интернет-вещание. С 21 по 25 февраля вы можете смотреть нас в прямом эфире через наш сайт www.tvmy.ru. Самые интересные телевизионные и радиопрограммы, общение с гостями студии, новые проекты. Теперь вы можете просыпаться и засыпать с ТВ «Мытища». Во-первых, хотелось бы несколько слов сказать о самом проекте. Это действительно тестовое вещание. Оно продлится с 21 февраля по воскресенье. Это 27 февраля. До конца масленицы, можно сказать. Да. Поэтому мы хотели бы сейчас вкратце рассказать о том, что ждет наших телезрителей. Во-первых, прежде всего, это наши утренние эфиры. Дальше с 3 до 4 часов будут серьезные эфиры с серьезными людьми, на которых будут обсуждаться серьезные политические темы и проблемы. И с 9.30 вечера до полуночи, до 24 часов в нашем эфире будут наши сотрудники разговаривать на самые разные темы. Плюс ко всему обязательно воспользуйтесь электронной почтой для того, чтобы написать свое мнение о том, что вам понравилось, что не понравилось. Обязательно пишите нам в скайп, потому что у нас будет возможность здесь в прямом эфире с вами переписываться. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что это тестовое вещание, поэтому возможны какие-то накладки, отсутствие периодического звука, картинки и тому подобное. Но на это не стоит. Мы будем стараться все равно, избежать этих ошибок. Во-первых, мы будем стараться. Во-вторых, не стоит на это сильно обращать внимание. Также хотелось бы сказать о том, что в эфире будут наши коллеги не только из области телевещания, но и радио. Да, радио, радиоконтент. С 4 часов до 8 вечера вы сможете слушать продукт радио наших радиостанций. Матичинское радио. Ну а мы радищики, для нас звук это главное. Мы даже так себе определяем, что радио это магия звука. И вот новый проект на самом деле это развитие и очень серьезное развитие местного радио. Уважаемые телезрители, в 21.10 смотрите очередной выпуск мульт новостей, а в 21.15 программу 13 минут с генеральным продюсером. Автор программы Андрей Ногайчук беседует с лидером движения «За стабильность и развитие» Юрием Солдатовым. Следите за анонсами наших программ. Свежие выпуски новостей вы можете увидеть в любое время на сайте ТВМ и Тище. На этом я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.